Будь неприятненько в таком случае, давайте пробовать фризика разобрать, огнеметик, кстати, заметили, да, меня поджигают, то есть я горю от огнемета на том самом паладине, который должен игнорировать статус фекты, но не после этого, к сожалению, изменения. Друзья, приветствую всех на канале, с вами Mortal Hero и сегодня пойдет речь о том самом корпусе паладин, который с нашим сегодняшним обновлением как раз таки и преобразился. Что же поменялось, насколько это критично, сегодня это вместе с вами и выясним. Не забывайте, что если вам видеоролики подобного формата нравятся, обязательно поддерживайте пальчиками вверх, также если впервые на канале, подписывайтесь и прожимайте колокольчик, но я в свою очередь максимально быстренько напоминаю о том, что на канале проходит розыгрыш по моему личному тегу создателей контента, а именно Immortal, привязывайте в настройках аккаунта, участвуйте в розыгрыше на большое количество кристалликов, а именно миллион, ну и помимо кристалликов вместе с вами разыграем 25 тысяч танкойнов. Вся подробная информация есть в нашем дискорд сервере, присняйтесь и выполняйте условия, но и также не забывайте заполнять ту самую форму, которая есть в описании под этим роликом. Я вам, друзья, желаю успехов и побед, ну и в свою очередь, наверное, максимально быстренько уже выдвигаясь в какой-нибудь матч, сыграем, наверное, ну как вариант захвата флага в том формате, в котором я и ранее играл на этом корпусе, планчике, который как раз таки сегодняшним рестортом все же частично поменялся в плане параметров, да и целом в механике, да, потому что, как вы помните, ранее у нас каким образом было? Когда ты прожимал овердрайв, ты имел возможность на протяжении целых 20 секунд иметь иммунитет от всех наших статус-эффектов в игре, то есть от той же заморозки, от того же огнемета, который поджигал, но при этом не мог, к сожалению, поджигая, так же и фриз, не замораживал, от эмми, от пробития и так далее, то есть от всего, что в нашей игре имеет как раз таки статус-эффект, который как раз таки направлен на то, чтобы вас как можно скорее уничтожить и обезвредить на карте. В нашем же случае с сегодняшним, друзья, рестартом как раз таки эта механика и поменялась, и как ни странно, как раз таки с тем самым овердрайв мы теперь не можем игнорировать, к сожалению, того самого фриза, который морозит нас, и ту самую жигу, которая имеет возможность поджигать, то есть теперь для нашего паладина под овердрайв очень сильно страшны те самые фризы и огнеметы. Насколько это серьезно будет, потому что, представляете себе ситуацию, я прожимаю овердрайв и меня замораживает фриз, друзья. Ну, как вариант, наверное, в такой ситуации у нас остается лишь возможность взять какой-нибудь эмутет, да, от заморозки, тем самым возможно как раз таки себя чувствовать, продолжать комфортно, но с другой стороны, помимо нас на карте, наверное, хватает тех самых эффектов, да, либо же тех самых паладинов, которые имеют возможность вас пробивать, отключать вам расходники и все в этом духе. И также само действие, друзья, овердрайва, вместо того, чтобы действовать 20 секунд, теперь овердрайв действует лишь 15. То есть, ну, как бы с одной стороны, вроде бы и так овердрайва вполне хватало, даже в некоторых моментах это был переизбыток, да, 20 секунд ездить под овердрайвом паладина. Может быть не страшно, но сейчас мы вместе с вами быстренько, возможно, накопим тот сам овердрайв. Как ни странно, чтобы протестировать и вместе с вами выяснить, насколько реально сейчас, в данный момент, в пятницу, в первый же день, будет комфортно играть с этим паладином, корпусом, да, и до его с овердрайвиком. Вы, кстати, напишите в комментариях, друзья, возможно, поделитесь вашими впечатлениями те ребята, которые уже успели опробовать возможность сыграть, насколько, по-вашему, реально это критично для изменения как раз-таки сегодняшнего дня и овердрайва паладинщика, потому что, ну, все привыкли, да, когда паладин поражался, игнорирует все, пробивает всех и уничтожает рандом, не чувствует соперника. А тут же, наверное, уже почувствовать, как бы, как раз-таки получится нашего оппонента, особенно при условии, если он будет играть на огнемете либо фризе. И, кстати, это, наверное, все уже, как ни странно, частичный ап все уже этих пушек, да, огнемет и фриз, потому что ранее, как раз-таки, когда ты играешь против паладина, ты в некоторых моментах думал, возможно, взять огнеметик либо фриза, о котором, как бы, вроде бы, с одной стороны, можешь поджигать, либо же замораживать, с другой стороны, понимая, что вот, если, не дай бог, проживет овердрайв паладин, как раз-таки, ты уже с ним ничего сделать не сможешь. И в таком случае ты брал, возможно, пушку, которая могла, либо же, корпус за секунду разобрать овердрайв паладина, да, либо же рикошет гирюс, либо какой-нибудь вакуумный гром, как вариант, либо же шафта, либо же сосудечку, как раз-таки, крусейдера, да, с помощью которой можно было обезвредить такого паладина. Но сегодня уже все по-другому. Надо только накопить овердрайв, потому что овердрайв довольно небыстро копится, да, в сравнении с другими, возможно, нашими корпусами. С тем же Мамонтом, конечно, в сравнении все познается, потому что Мамонта буквально пару-тройки киллов и уже овердрайв аж накоплено. И как раз-таки сейчас Мамонт, возможно, может быть неплохой альтернативой нашему паладинчику. Пока что себя, на самом деле, чувствую не сильно комфортно, хотя бы еще не воспользуюсь ни разу овердрайвом. То есть обычный корпус без всякого овердрайва в целом не изменился совсем. Вот именно сама механика овердрайва поменялась, да, самая длительность овердрайва, время длительности и механика того, что мы теперь не игнорируем все статус-фекты. Давайте, я прожал, попытаемся, возможно, вместе с вами переграть как минимум часть команды, потому что у меня как минимум шафт. Я поцелил неприятно, давайте, может быть, даже попытаемся вернуть, а вернуть я, к сожалению, и не успеваю. Ну и будем пытаться возить, потому что нашей команды, мне кажется, на этой карте не хватает. То есть я себя чувствую немножечко даже одиноким игроком, который вроде старается ходить, но ничего до конца возможного до этого не выходило. Например, овердрайв проезжав, мы все же увезли, друзья. И, как ни странно, на нашей карте, кроме того самого огнемета, который вроде бы дефил, да и нету фризов. То есть, если, конечно, игроки начнут понимать о том, что сейчас овердрайв плодинщика как бы не настолько страшен, особенно под фризом, которым вы можете играть и его напрягать, то, конечно, паладин с овердрайвом уже потеряет свою актуальность. И в таком случае, конечно, придется придумывать и, возможно, находить для себя альтернативные варианты. Как я ранее говорил, это как раз-таки тот самый мамонт. Мамонт, который под статус эффектами как раз-таки до сих пор может игнорировать, как ни странно, все иммунитеты в нашей игре, да. Даже те самые минки, которые у нас любители ребята поставить на своем дефе и тем самым, как вариант, конечно, очень идеально. Точнее, ну не то, что прям идеально, потому что все же мамонт это тяжелый корпус, но очень схож, да, с как раз-таки нашим паладином, который имел механику, да и до сих пор имеет, но не до конца, возможно, ту, которая у нас была немножечко ранее. Так, будем пытаться подхватывать, потому что по счету мы, к сожалению, пока что проиграем. Это не то, что мне бы хотелось. Будем пытаться сейчас, возможно, как минимум стараться побеждать. И я сейчас надеюсь, что наши ребята, а вот, видимо, надеяться не переходятся, потому что реально командовать не хватает. Чувствую, что реально команды нету. Поскольку, если мы на таблицу глянем, да, вы видите просто, что все игроки, практически все, наверное, кроме двоих, которые находятся на втором-третем месте, их переигрывают по статистике в плане УП. У всех меньше единственных, это значит, что ребята не могут перестрелять хотя бы один танк, находясь как раз-таки с Рыспа. И тем самым я понимаю, что, конечно, результаты не те, которые могли бы нам позволить, возможно, в этом матче как-то преодолеть нашу и переиграть противника. Давайте огнеметик попытаться бить. Благо, сейчас реально лишь одна кжига на карте, тем самым 15 секунд уверена, но на самом деле этого достаточно. Реально, чтобы зайти в атаку, да, попытаться, возможно, переиграть там нескольких противников, еще успеть вести. Я думаю, что все же самая главная беда в том, что если же, не дай бог, ребята будут попадаться посерьезнее, которые подготовленнее, в таком случае, конечно, уже как вариант просто брать ему этот фрезер. С другой стороны, если же этот противник находится не только на фрезе, а и с фрезом, который условно подавляет вас, да, это уже как минимум деактивирует ваш дрон, который не позволяет вам так быстро передвигаться по карте. И тем самым, конечно, все же, наверное, это, с одной стороны, не критичный нерв, с другой стороны, это нерв, который заставляет тебя уже задуматься, да, о том, чтобы, возможно, пересесть на другой корпус, либо же как-то уже начинать работу с теми самыми эмутетами, и пора, возможно, брать тот самый эмутет от заморозки. Жалко, конечно, на нашей карте сегодня пока что не встретился тот самый фриз, который нам бы показал всю свою мощь, да, после своего обновления как раз-таки нашей механикой вердрайва, потому что сам фриз и пушка-огнемет совсем у нас с этим обновлением не изменились. Но они менялись с предыдущими нашими изменениями, у них стала чуть большая дальность, тем самым на фрезе огнемете стало чуть комфортнее играть на более открытых картах и догонять, возможно, своего оппонента. Так, мы шафтика разбираем, минеры, и давайте пробовать, потому что пока что у нас, к сожалению, лишь удалось один флаг прийти, но это же не значит, что мы на этом вместе с вами завершим, и будем пытаться сейчас, 3,5 минутки пытаться выигрывать, стараться тащить, ну и, возможно, даже встретим на своем пути, не дай бог, того самого фреза, который нас под вердрайвом плодина сможет заморозить. Так, хорош хантер, красавчик, просто обезвредил противничка, главное, чтобы мы не погибли, потому что шальные какие-нибудь магнумы шафты, которые уже с моря в нашем направлении, благо нас не разобрали. И не забывайте, друзья, что помимо фреза, у нас же в игре и остальные пушки могут морозить. Я только об этом вспомнил, что у нас есть возможность у молота морозить, у грома, возможно, у скорпиончика, у смоки, у рикошета, у твинца. И тем самым, конечно, возможно, не так все хорошо, как я себе это представлял, пока что на момент как раз-таки записи нашего видеоролика и матча. Поэтому надо, конечно, задуматься, иначе, встретив молота того же на заморозку, конечно, молот это не фриз, да, который не каждую секунду морозит на протяжении всего, как бы, урона. Но, если вы помните, у нас молота как раз-таки механика, во-первых, третья мы стала замораживать, во-вторых, рандомным еще. То есть, реально, довольно частая штука тоже может быть, но не сравнится с фризом. Это я соглашусь, но, при этом, тоже уже будет неприятненько в таком случае. Давайте пробовать фризика разобрать. Огнеметик, кстати, заметили, да, меня поджигают. То есть, я горю от огнемета на том самом паладине, который должен игнорировать статус эффекты, но не после этого, к сожалению, изменения. Что же натворили разработчики? Вот это, конечно, беда. Так, ну, по счету, конечно, я чувствую, мы сейчас отдадим флажочек, да, будет счет 5-3 не в нашу пользу. Но мы так близко были и находились к тому счету, когда мы могли, возможно, попытаться откомбетчить, либо хотя бы сблить с противником по счету. Но, к сожалению, наши союзники зевают. То есть, вы помните, да, я зашел в матч, в котором было до конца 10 минут. То есть, ребята на протяжении 5 минут уже играли. И я за 8 минут не только догнал нашего первого союзника, но еще и перегнал в 2 раза. И это паладин, как бы, с одной стороны, вполне можно справляться. С другой стороны, я понимаю, что наша просто команда не на том уровне находится, чтобы реально соперничать. Потому что 5 к 32, 9 к 19, 4 к 28, 15 к 23, друзья. И это пушки, как бы, не ближнего боя. Да, это, мол, какой-нибудь, там, возможно, Скорпион, Шафт. В нашем случае мы играем на фрезе. Пушка, которая, условно, ближний бой, на которой нужно пытаться догнать еще своего оппонента. Конечно, я понимаю подобную прелесть своей пушки. Беру ловкача, чтобы, как ни странно, компенсировать недостаток свой, да. То, что мне нужно гоняться противником с ловкачом. Это, конечно, гораздо проще. Но, видимо, остальные легенды в нашей игре, к сожалению, этого не понимают. Потому что, если посмотреть на очки противника, там у ребят реально за 500 очков как минимум у пятерых. У нашей команды ни одного. Жалко. Но вот такой наш матчмейкинг, к сожалению, что если же ты не попадешься в команде толковой, либо хотя бы приблизительно с теми игроками, которые могут тебе помочь выручить в тех или иных моментах, конечно, как говорится, один в поле не воин. Левый заходит с мака. Мы, конечно, сейчас попытаемся, возможно, на последних минутах, на последних даже секундах, зайти в атаку и попробовать реализовать последнейший наш овердрайв. Но получится ли у нас что-то, я, честно говоря, сомневаюсь. Потому что 30 секунд мне еще как минимум двоих противников уничтожить, тем самым, чтобы проживать хотя бы овердрайв и попытаться увезти. Хотя мы можем и сделать это без овердрайв какого-либо, потому что я могу и имею подобную возможность, поскольку у нас ковертанк, который проскакивает под противничком. Но наш флаг ушел, друзья, и возвращать, наверное, остается лишь мне. И, к сожалению, мы этого не сделаем, потому что противник находится сверху, я нахожусь снизу. Снизу подняться, да, практически уже нереально, тем более без аптеки и без брони. Будем пробовать просто здесь все добивать, и, к сожалению, я в таком случае погибаю. И ни одного союзника, который бы хотя бы оказался рядом, да, который, может быть, пытался бы вернуть, либо который пытался бы встретить, к сожалению. Но при этом мы занимаем первую строчку в своей команде, и тем самым говорит это о том, что, как минимум, пока что игроки, которые встречаются против нас, возможно, не до конца это понимают, и не до конца, возможно, готовы соперничать с паладинчиком. Но, если же против вас попадется такой же паладина Фриз, да, который уже начнет вас напрягать, в таком случае, конечно, возможно, должны начнутся мысли о том, чтобы, ну, скорее всего, уже менять корпус, либо же что-то с этим делать, потому что иначе будет непросто. Поэтому делитесь, друзья, вашими впечатлениями по поводу нашего сегодняшнего видеоролика, по поводу обновленного паладина, насколько, по-вашему, возможно, стало трудно играть. Пока что, по первым впечатлениям, не настолько трудно, но если же ребята реально будут подготовлены, и брать уже те же смолты на заморозку, это тем самым, конечно, ап некоторых наших вооружений и устройств в игре, как ни странно, как раз которые могли раньше замораживать, либо же поджигать противника, потому что часто встречая просто паладинчика, ты понимаешь, что этот статус-эффект попросту не актуальный против ввердрайва паладина, и тем самым лучше брать реально другое вооружение. С сегодняшним днём это всё поменялось. Не забывайте, друзья, поддерживать видеоролики лайком, обязательно, также, если вы первые на канале, подписываться и прожимать колокольчики. Ну, а с вами был Immortal Hero, желаю всем хорошего дня, ну и до скорых встреч.